Лайорнадо, Мексика, достоинство Латинской Америки поставлено на карту в Венесуэле. Маркос Райтман Рачинман Лайорнадо, Мексика 30 января 2019 года Те, кто говорили о завершении этапа государственных переворотов в Латинской Америке, ошиблись в своих предсказаниях. Ни одно прогрессивное правительство в 21 веке не было свободно от правил игры, навязываемых Соединенными Штатами и местными плутократами. Правда, в отдельных случаях они добивались некоторого успеха. Гондурас, Парагва и Бразилия Но очередным ударом стало покушение на президента Корея, Чария, в Эквадоре, и сегодня президент этой страны Ленин Марино, Ленин Марино, говорит на языке Трампа. И хотя вся эта политика невмешательства, суверенитета и национальной независимости не принесла ощутимых результатов, некоторые страны все же сумели встать на ноги. После недавней смены правительства Мексика в своей внешней политике придерживается доктрина эстрады, эстрада. Лопес Абрадор, Лопес Абрадор, возрождает таким образом антиимпериалистическую традицию, забытую было находившимися ранее у власти правительствами институционно-революционной партии и партии национального действия. Боливия и Куба также демонстрируют свой протест. Верно и то, что правительство Жайра Бальсонару, выступающие сейчас с угрозами для демократии, уже не заботятся о защите прав человека. Как и Макри, Мачри, в Аргентине, Пиньера, Пинера, в Чили или Дуке, Дукуэ, в Колумбии, которые скорее приверженцы государственных переворотов. И вот мы присутствуем при неправомерном самопровозглашении президента. Стратегия дестабилизации конституционного порядка в Боливарианской республике Венесуэла принимает опасный характер. Ее вдохновители внутри страны могут надеяться только на силовую поддержку иностранных держав. Предательство свершилось. Теперь для осуществления своих замыслов они добиваются официального признания поддерживающих их стран и международных организаций. Чтобы избежать ответственности за совершаемое ими убийство и нарушение конституционного порядка, они будут хозяевами Венесуэлы. Отсюда истерия, и стремление как можно скорее добиться обещанной помощи. И они могут ее получить от правительств тех государств Латинской Америки, которые безоговорочно поддерживают политику США. Эти контролируемые и потерявшие суверенитет страны, входящие в организацию американских государств, ААА. И группу Лимы, группа Делима, кроме Мексики, которые сразу же соглашаются оказать эту поддержку. Их цель – признание двоевластия в стране, чтобы затем узаконить фальшивое правительство. Соединенные Штаты и их союзники, которые участвуют в попытке государственного переворота, готовятся к следующему важному этапу своей стратегии. Поскольку, несмотря на информационные манипуляции и лживые сообщения в социальных сетях, наблюдается нехватка поддержки внутри страны, они уже подумывают о прямом вторжении. Но вооруженные силы не готовы следовать за ними и танцевать под музыку, которую предлагают им оппозиционные партии и их руководители. Отказ руководителей муть, круглый стол демократического единства, подписать на встречу в Доминиканской Республике соглашение о дате проведения выборов и способах верификации результатов завел их в тупик. Потому что теперь все находится в руках республиканского правительства Трампа, который укажет порядок действий. Забыв о гордости, они на той встрече принялись восхвалять воинственные заявления Дональда Трампа и его региональных союзников. Именно тогда они утратили способность оценивать степень политического и социального недовольства и закончили расколом и метаниями. Позиция муть за столом переговоров была раскрыта в выступлении бывшего президента правительства Испании, Хасе Луиса Родригеса Сапатера, Ясе Луис Родригеса Сапатера. И тем не менее президент Николас Мадуро, Ничелас Мадуро, согласился с некоторыми идеями муть, в том числе и о досрочном проведении выборов, что застало руководителей этой организации врасплох. Вместо ответа, они под давлением США, призывавших к бойкоту выборов, стали говорить о возможных подтасовках результатов голосования и призвали своих сторонников не участвовать в них. Все это прекрасно вписалось в политику континентальной безопасности Соединенных Штатов, и план Южного Командования Армии США Freedom 2, Freedom 2, для Венесуэлы начала воплощаться, попытка убийства президента с помощью дронов, применение экономических и финансовых рычагов за рубежом, чтобы изолировать и бойкотировать законное правительство. Задушить экономику, стимулировать черный рынок, создать нехватку продовольствия и других товаров, активизировать уличную преступность. Речь шла о создании имиджа разрушенной страны, погруженной в хаос и отчаяния, которую необходимо спасти от диктатуры. Либералы, социал-демократы, консерваторы и ультраправы откликнулись на этот план. Но муть разделен. Некоторые из его руководителей сомневаются, другие выработали свой ресурс. Это закат Леопольда Лопеса. Леопольда Лопес, известные старые партии христианской демократии, Чапеи, и социал-демократии, АТ, не хотят присоединяться к этой стратегии, действуя в русле двух основных из 64 своих организаций, за справедливость, юстичья примера, и народная воля, волонтат популар. Попытка организовать государственный переворот в Боливарианской республике Венесуэла ставит на карту достоинство, суверенитет и независимость стран Латинской Америки. Просить о вмешательстве иностранных правительств и военных сил, это не только предательство, но и демонстрация высшей степени ненависти и злобы по отношению к венесуэльскому народу. Правительство Венесуэлы, легитимно, нравится это или нет оппозиции лакеем США, но оно выиграло выборы, на которых набрало более 5,5 миллионов голосов и 28% избирателей. Трамп не может сказать того же, он получил только 24%. В ходе борьбы за независимость кубы Хосе Марти, Яси Марти, сказал, наступил час огней, теперь ничего не должно быть видно кроме света. На окон поставлена борьба за достоинство народов Латинской Америки. Защита законного правительства Боливарианской республики Венесуэла, это неотложная этическая и политическая задача. А присоединяться к удару по ней, значит поддержать мерзавцев. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...